Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Стерильные прилавки. Администрация магазинов экипировала сотрудников масками и перчатками. А как еще защищает покупатель от коронавируса? Ни справки, ни техосмотра. С 1 апреля новое правило для водителей. Как это работает? Аленький цветочек. Браконеры вышли на улицы города. Рейс инспекторами у наших корреспондентов. А также дешевая виза, ворованные гаджеты и градус перемен. Когда потеплеет в Беларуси? Антисептики для рук указ. Продавцы в масках и перчатках. Бобруйская ритейлера на страже безопасности по обе стороны прилавков. Анастасия Шевцова прошлась по магазинам и выяснила, кто больше всего заботится о здоровье покупателей. Маски, антисептики и таблички с предупреждениями на каждом шагу. Администрация в магазинах Бобруйска отвечает вызовам времени. Менеджеры едины во мнении. Эпидемия – не повод махнуть рукой на безопасность покупателей. Рекомендации медиков стали в один ряд с основами маркетинга. Мы рекомендуем субъектам хозяйствования, людям на объектах, которые мы подвергаются мониторингам, обследованиям, использовать маски в целях профилактики каких-то заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Для того, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей. В гипермаркете на Минской каждые три часа проводятся на обработку. Ручки, двери, столы и стулья протирают дезинфицирующим средством. На лицах персонала – маски, на руках – перчатки. Аналогичная ситуация и в продуктовом – на Горького. В этом магазине пошли дальше. Батон, хлеб и булочки заботливо обернуты в целлофан. Меры предосторожности соблюдают и покупатели. Очереди в кассу в час пик растянулись на весь магазин. Люди выдерживают безопасную дистанцию и не стесняются обрабатывать руки антисептика. Бутыли в магазинах наполняют регулярно. Жидкости разные по цвету, запаху и составу. Но с главной задачей, заверили администраторы, справляются все. Продавцы стали в масках ходить. Хотелось бы еще разметочку возле кассы. Главное – самому за собой смотреть, соблюдать все меры предосторожности, чтобы и остальных не заражать. Надо на пару метров вот так вот, чтобы были. Чтобы люди сами это делали. Конечно, да. Это, конечно, только так. Такие меры профилактики принимают в торговых точках по всей стране. Тем не менее, врачи советуют перейти на бесконтактную доставку. Продукты привезут прямо к порогу и не придется лишний раз выходить на улицу. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Новые права в Беларуси начали выдавать водительские по международным стандартам. Из новшеств мисправка для диагностики отныне канет в лету. Максим Кембель подробнее. С 1 апреля водителям больше не надо получать сертификат техосмотра. Новшества только для рядовых автовладельцев. На смену пришел официальный допуск. Разрешение колесить по дорогам синекой получат только исправные машины. Ласточку надо отвезти на диагностику. Мастера в первую очередь проверят тормоза, норму выхлопа, яркость фар. Вторая процедура административная. То есть выдача допуска к участию в дорожном движении после предъявления всех необходимых документов владельцам. То есть это госпошлина за выдачу разрешения, так называемый дорожный сбор, страховка, водительское удостоверение, оплата за выдачу разрешения. Клеить на лобовое стекло такой квиток тоже больше не надо. Достаточно держать его в бардачке. Алексей за баранкой уже больше 15 лет. Новые правила, признается, пришлись по душе. Нужный процесс для безопасности. У меня машина всегда в исправном состоянии. Я смотрю за исправностью автомобиля постоянно. Инспекторы ГАИ признаются. В Беларуси хватает автовладельцев, которые день за днем проверяют судьбу на прочность. Первый раз с нарушителями разговаривают. Дальше штраф до 135 рублей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Дешевая виза, первый эко-рынок и гаджет в законе. Как на деле выяснить подлинность телефона? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС. Предположительно, в июне шенген подешевеет до 35 евро, а документы в посольстве будут рассматривать максимум 10 дней. Правительство выделило 110 миллионов рублей на поддержку населения бизнеса из-за коронавируса. Комплекс мер затронет 550 тысяч человек. Документ отправили на стол главе государства. Торговля Могилевской области с России за 5 лет выросла почти на 30%. В стране соседки скупают белорусское мясо, молочные продукты, мебель, пластиковую посуду, ткани, шины, грузовые вагоны и погрузчики. На сайте МВД теперь можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат. Техника может быть ворованной или утерянной. Чтобы узнать наверняка в разделе «Сервисы», надо кликнуть на специальную иконку. Первый современный эко-рынок откроется в Беларуси. Прилавки заполнят продукты от фермеров. Рыба, мясо, молочные товары, экологически чистые овощи и фрукты. Красную ленточку планируют перерезать в этом году. Букет черемши по цене золота. Инспекторы вышли в рейд по улицам города. За сорванные первоцветы штраф может достигать 13,5 тысяч рублей. Проверяющая взывает к совести продавцов на кону существование целых видов растений. Дачникам, которые хотят украсить клумбу цветами из красной книги, советуют обратиться в местный сельсовет. Наиболее распространенным растением на территории Бобруйского района является лук медвежий или черемша. Это первоцвет, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Некоторые люди несознательные с целью получения финансовой прибыли срывают данные растения, продают на рынках, либо просто срывают для того, чтобы забрать их домой. Хотя для природы гораздо полезнее и правильнее любоваться этими растениями в естественной среде. Тренд на экотовары подхватили бобруйские предприниматели. Все чаще на полках магазинов города можно увидеть натуральные продукты. Мимо пройти невозможно, уверяют покупатели и загибают пальцы, перечисляя ассортимент масла, косметика, полезные злаки. Мария Бересневич узнала, где закупиться впрок. 2000 экотоваров на любой вкус и кошелек. В ассортименте индиобай, пищевые масла, каши, клетчатка, отруби, чай и натуральные специи. У нас сейчас появился новый бренд, это бренд «Полезно», который специализируется на продуктах для здорового питания. Из новинок могу отметить очень популярные сейчас семена чиа. Семена чиа – это продукты, которые можно добавлять в каши, в кисломолочные продукты. У бренда появились, например, смеси для выпечки уже готовые. Это и миндальное печенье без глютена, и смесь без глютена, например, для блинчиков, либо просто для хлеба есть. Для тех, у кого утро начинается с кофе, здесь предлагают здоровую альтернативу. Вот такая упаковка бодрящего напитка «Саган Дайля» обойдется в 15 рублей, а хватит натурального продукта примерно на полгода. Без вредных добавок и многочисленных «Е», натуральный состав. Еще одна новинка – косметика «Леврана». Уход за лицом, телом и волосами. Продукт от российского производителя не найти на прилавках масс-маркета. Для практичных есть дорожный вариант. У нас есть большое количество сывороток для лица, и также крема для лица и для век. Кроме того, шампуни натуральные и кондиционеры к ним. Очень пользуются большим спросом именно сыворотки для лица, так как они выполняют функции крема где-то, можно некоторые использовать под глаза. Дисконтная программа, специальные предложения и доставка по всей Беларуси. Ознакомиться с каталогом и прайсом можно на сайте indio.by. Я постоянный гость в Indio.by. Мне очень нравится натуральный сахарозаменитель. Он очень удобен тем, что мы можем его добавлять в кофе, в выпечку, в десерты дома. Любителям пройтись по магазинам предлагают сразу два адреса. Павильон в торговом центре проспект Надержинского, 60, и уютная лавочка в карусели на Минской, 135. Гостей ждут каждый день с 10 утра до 9 вечера. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Оранжевая пятница. В ближайшие дни в стране сохранится штормовое предупреждение. Всему виной сильный порывистый ветер. Синоптики при этом обнадеживают. Следующая неделя порадует и теплом, и отсутствием снега. Надолго ли тренд уточнила Кристина Ариянс. Синоптики уверяют, весна вступит в свои законные права уже на следующей неделе. Есть повод забыть про пуховики, куртки, дубленки и одеться полегче. Со вторника в стране потеплее, это обещают, до плюс 20. Осадков не прогнозируется. В Греции неожиданно пошел снег. Там выпало свыше 30 сантиметров осадков. Заблокировано автомобильное движение. На дороге вывели снегоуборочную технику. На помощь вызвались местные жители. В магазинах раздают бесплатную соль для борьбы с наледью. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В пятницу ожидается сильный ветер, облачно, с прояснениями. Днем во многих районах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер днем усилится. Температура воздуха от 7 до 14 тепла. Кристина Риян, Андрей Богдан, Бобруск, 360. К вопросам недвижимости в столице. Все три дома серии «Жемчужина» в квартале «Эмиратс Люкс» в комплексе «Минскмир» готовы к новосельям. Будущие жители третьей многоэтажки провели предварительную приемку квартир. Сдать дом в эксплуатацию застройщику удалось даже раньше запланированного срока. В этот раз людный праздник решили не делать. Будущие жители дома приходили получать ключи от своих квартир в назначенное время. Оценивали дом и квартиры. В «Жемчужине» реализованы все преимущества застройщика. В дом жители попадают через просторное лобби. Высокие потолки, стойка консьержа, санитарная комната, лифтовой пол. Лифты ведущего производителя компании «Отис». Все квартиры свободной планировки. От небольших студий до просторных евротрешек. Опыт соседних домов показывает, что люди успевают сделать ремонт в течение буквально двух-трех месяцев. Квартал «Эмират Люкс» все ближе к завершению. Уже осенью будет полностью готов дом «Эмиратс Волна» и торговый центр. И люди заживут в новом квартале с комфортом и ютом. Это первый квартал комплекса «Минск.Мир», который близится к завершению. И каждый может увидеть его преимущества. Есть детский сад, паркинг, много коммерческих помещений, торговый центр, будущем и стация метро. Это наш принцип «Город в городе в действии». Все необходимые есть в шаговой доступности. Десять домов квартала готовы. Квартиры в них распроданы. Последняя возможность поселиться здесь – купить жилье в доме «Эмиратс Волна». В продажу поступили квартиры в последних двух секциях. В доме переменная этажность, эксплуатируемая кровля с террасами. Квартиры студии, так называемые «Евродвушки» и «Евротрешки», имеют площадь от 42 до 89 квадратных метров. Квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 квадратов. На первом этаже коммерческие помещения – почти 20 тысяч метров. Это больше, чем где-либо. Преимущество «Эмиратс Волна» и в том, что выход со станции метро «Аэродромная» будет буквально у подъездов. Внутри квартала достраивают торговый центр. Здесь будет много зелени и света, а автомобили можно оставить за границами квартала. На парковках и многоуровневом паркинге он уже работает. Комплекс «Минск.Мир» строит по принципу «Город в городе». Все рядом и ориентировано на потребности современного человека. Уже начаты работы по возведению Международного финансового центра. Это место привлечения инвестиций и несколько тысяч новых рабочих мест. Ведутся работы на строительстве нового крупного торгово-развлекательного центра «Марамол». Готов проект нового городского парка, который станет осью всего квартала. Рынок недвижимости развивается и будет развиваться. Именно сейчас в комплексе «Минск.Мир» акция, которая продлится до 15 апреля. Она позволяет купить квартиру в любом доме квартала Северная Америка со скидкой 10%. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственное средство, так и при использовании длительной до 10 лет рассрочки. В акции участвуют квартиры в домах Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Квебек и Ванкувер, Нью-Йорк и Новый Орлеан. Все квартиры в комплексе можно купить в рассрочку на срок до 10 лет. Можно и в кредит. Программа от Беларусьбанка – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. Первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Для тех, кто готов заплатить сразу собственными средствами, либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. Подробную консультацию можно получить лично в офисе застройщика, а можно и по телефону. Специалисты ждут ваших звонков. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!